он был построен первоначально на средства купцов как по техническому паспорту 1914 вот такое здание старое уже носит историческую ценность был построен под школу под школу безназначен для детей и до сегодняшнего дня используется именно для образования дополнительно в это здание было перенесено вся пионерская работа в 1972 году и в то время были фото столярный кружок работал были кружки киномехаников для девочек были вышивальные рукоделия кукольные были кружки работали руководить работа у нас в киноголин васильевна потом шумилкова нина алексеевна была за ней петрова вера алексеевна и уже приняла в 1984 году руководство козлов тамара васильна возраст наших родителей вот даже мои под возраст вот этот вот они сюда ходили в школу да а потом все дети и они детьми и они детьми они ходили уже там пионеров в текущем учебном году в нашем учреждении принято 156 детей с 5 до 17 лет для них организовано 17 объединений творческих по четырем направленности мы сейчас работаем это художественная направленность которая включает себя и театральную студию и хореографические коллективы и прикладной декрадин прикладное творчество и кружки которые литературу несут себе то есть развитие речи вот такого направления следующее направление это техническое направление у нас кружков таких очень немного это у нас есть компьютерный класс где дети изучают основу компьютерной грамотности компьютерную графику и кружок как бы по начальному конструированию это бумага пластика следующее направление социально-педагогическое в этом направлении мы занимаемся с детьми по подготовке к школе пятилетки и работаем с детьми инвалидами детей инвалидов в этом году мы принимаем три человека два человека у нас занимаются на дому по индивидуальным учебным планам а один ребенок ходит сюда и посещает также учебный кабинет здесь и прикладной декрадин творчества сейчас идет занятие мягкой игрушки у нас здесь учащиеся 3 4 класса педагог татьяна пауна работает она у нас первый год кроме мягкой игрушки она ведет у нас интересное занятие по холодному фактору габилену на которые ходят тоже и вот эти вот девочки обучаются наверное несколько слов дети сами могу сказать что ты сушишь какую дружку зайцы дети хорошо занимается нравится хорошую как бы прикладной декрадин творчества у нас обоснове самый большой процент этих программ у нас не как бы в основе всего развития потому что сохраняется и вот и старинная строчка и мы тоже у нас есть вязание крючком где кружева вяжут и разные салфетки вяжут дети то есть продолжаем традиции наших поколений поэтому дети с удовольствием ходят на эти занятия они вот и мягкие игрушки и народную игрушку делаю с удовольствием перваши ходят очень много детей ходит на вышивку у нас три стола можно взять и восток на его изделия которые твои о это кто котик ты дома такой у тебя есть ты сделала портрет своему коту как его дома то за варсик здорово а еще че че еще игрушка есть морковь где морковь окошку кто кто шил кошку а все вместе шили кошка здорово ну нравится такие игрушки такие самодельные то они всегда как-то роднее становится они очень любят просто общение они любят поиграть перерывах между занятиями в зале в нашем разные разные игры педагоги им помогают организовывать этот досуг поэтому они с удовольствием здесь кроме занятий потом остается просто общение идет они очень любят наши учреждения посещают мука соль вода немного клей пва и немного растительного масла чтобы более такая эластичная планета деткам очень нравится у нас ходят и занимается первый класс второй класс девочки увидели они более старше тоже ходят занимаются всем очень нравится занятие у татьяна полна по теста классики занимаются ребята дошкольники кто есть из сада и занимаются диетикируем второго класса вот давайте мы вам покажем работу которая у нас есть это старое тесто тесто поменьше я их купю потому что вроде смотришь фигурка сложная а по частям очень все просто овальное туловище по углу головкой уже налепляешь 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 и все получается даже детишек только совсем маленький 5 лет тесто пластика для развития мелкой моторики потому что первоплашки ходят ручки слабенькие писать тяжело это развитие творческих способностей и именно сюда дети по желанию то есть они сами выбирают свое направление что их интересует что им нравится они бывают в течение года даже меняют своим как скажите она будет на холодильнике висит мелкой моторика ты лоскутные . все сматывается ниточками все мотанки спасибо это до свидания успехов рисунки детей по профессиям совсем недавно с недели назад у нас было очень большое мероприятие здесь межрайонные даже марокон профессий и был параллельно объявлен конкурс моя будущая профессия очень хорошо дети представили свои желания свое будущее в рисунках а это в этом году 2018 год объявлен годом добровольца и на нашей базе тоже прошло большое мероприятие по итогам по подведению итогов этого года добровольца года выступали все волонтерские допработчики отряды района у нас учреждения тоже есть волонтерский отряд луч тепла его организатором является и руководителем уже если ноль говорится у нас это педагог наше дополнительное образование ребята в основном социальную помощь оказывают работают вместе соцзащитой нашего района посещает пожилых людей оказывают и убор подругов и чисто территории кому надо у пожилых людей тоже убирают территории даже помогают у нас только прикладным творчеством здесь ребята занимаются педагог здесь елена Александровна Круглова в основном здесь вышивка художественная можно представить работу вот на выставках у них представлены работы которые они выполняют и вот девочки которые уже пришли на занятия успели сейчас они здесь уже занимаются своими работами дети ходят на вышивку с первого класса и до старших классов занимаются кто интересуется они просто берут уже задания выполняют вышивки дома и участвуют в разных конкурсах в выставках занимали призовые места даже вышивки слушайте он такой вот заинтересованный вот это да а вышивки из его работ даже была организована да так вот ребенок инвалид вроде бы а вот у него золотые техники вот он вообще молодец и на машинке мы с ним пробовали на машинке он мне только вот рисует такие картины вышивка и плюс еще алмазную у него даже вот прошлый год у него была инвалидность у него по крови в общем лейкормия вот и вот он у меня проучился и вот мы через ноги если они на комиссию эту группу мы сняли может быть мы помогли да александр стал ядом и может быть вот эта обстановка вот это общение все равно это не всегда у меня еще есть такие дети я отхожу еще два ребенка они потяжелее тяжелые такие ну учимся начали с одним вообще только брала руку начинали карандашом просто не умел даже карандаш мешать теперь работает по трафарету может вам кого угодно сделать человека, машину все пишем читать начали в великое дело а второй вообще уже читает нормально нравится вышивать говорите не волнуется пошлите еще куда-нибудь расскажем что-нибудь давайте я вам покажу какие у нас картины вот эту вот картину тоже Анюта Рычаговна она ко мне ходила вот эта вот картина вот такую вот картину вот это тоже Анюта вышивала Молящийся Ангел она очень и здесь тоже вот если посмотреть не только в саниток она и фон и работает она и на домах ходит музыкально в общем я все удивляюсь вот вроде бы дети такие учатся хорошо и везде успевают да в школе загружены здесь да Александр Халл молодец все у вас картины хорошие да сейчас еще посмотрю какие вот еще вот сейчас сняты у вас новый конкурс соорудист да вот такая вот сменочка моделизаторная вот это вот пасхальная вот но дети забирают работу они делают забирают дарят очень рады родственники я думаю рады на каждые праздники да Александр Халл много делают много делают шьем подушки тоже делают мальчики еще есть на больших мальчиков у меня ходит много да около десяти человек делаем подушечку такие думочки это вот гладью простой делаем такие курицы все надарили прошлый год полгода петуха наделались от таких куриц и все надарили все нормально замечательно но у нас творческие здесь дети то вот очень даже я думаю да потому что они вот может сегодня не пришли они хоть во первых еще к отцу Александру занимаются в Добрыню и на кружки ходят на ноги и на ноги и на ноги оно развивает пальчики нервы с окончанием ноздей так что и голова у нас начинает работать это вот для маленьких для моих инвалидов мы тоже участвуем в конкурсах в районах извините я думаю вот детки кто вязал носочек связали на елочку повесили вот раньше да елку то показывали старинные после революции вот такие игрушки от этого меня инвалид делал вот они вместе с мамой сидели вот такую игрушку сделали и красиво ребенок тоже пальчиками работал все все я тут запечатала здравствуйте здравствуйте проходите пожалуйста здравствуйте 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 ну что весь ну ты снимай ну держи десять смотри на макетским я разговариваю. Снимай давай. Вот это карандашица, да? Да. И из чего она? А можно я попробую снимать? Она состоит из бумаги и кардона. Да? Ну, тебе нравится делать такие карандашицы? Да. А что вы еще делали? Мы еще делали галочные. Макеты улиц. Ну, кто? Рассказывайте. Здравствуйте. Вот карандашица. Вот такая. Вот она такая функциональная уже. Она крутится в какую сторону? Я поворачиваю? В такую сторону. Смотри, Даня. В какую сторону я кручу? В такую сторону. Передайте глаза, я передам. А то там моторчики работают. Вот это улица, которую мы делали. Он поближе к нему. Поближе, поближе. И свою преподавательницу покажи. Скажите, кто у вас преподаватель? Ольга Борисовна. Вам нравится Ольга Борисовна на ней? Да. Нам нравится Ольга Борисовна. Маша, счастлива, а то не успею. Давай, Маша. Такие вот макеты замков они делали. А вот наверху интересные у нас две эти работы. Ну, пойди наверху, показывай работу. Вон туда пройди. И вон те, кто еще покажи. Это мы делали на конкурсе. Красиво. А, кстати, мы еще. Это делали на конкурсе. Ну, покажи-ка. Вот этого котика мы делали из бумаги. Еще, этого котика можно сделать из другой бумаги. Но мы сделали именно из этой. Так, что он стоял? Да, я сейчас поставлю водку пока. Так, а тут что у нас? Некоторые у нас едят. А тут что? Ну, он показывает тебе. Покажи, что там. Стоп. Покажи, Класс. Вот, вот, вот. Матерь, ты со мной говоришь. Каблуки! Что делать в шкафе? Каблуки! Каблуки! А, да, очень нравится. Ты берешь другую ногу, или ты живешь? А, вот, пищу, зашел мой котика. Или кто это? Казюк. Так, Никита, все, иди, давай. А ты опять не успеешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ученики очень нравятся. Настолько непосредственные. Ты домой приходишь, выживаешь. А меняются как-то дети-то со временем? Даже год отзыва. Вот год приходит такой, а год абсолютно другой. Бывают прям какие-то годы собраны. Я три года уже веду этот кружок. Мы и реганы делали, и все. А вот в этом году многие даже не умеют, например, пополам листочек сложить. А другие приходят к нам. Ну, очень отличаются. Год на год, да? Год на год вообще абсолютно. Вы-то уже давно здесь работаете, да? Ну, я, да. А я пришла сюда педагогом-организатором, а сейчас педагогом дополнительно. Раньше я мероприятия проводила только, а сейчас непосредственно. И что, вот какие задачи дополнительного образования? Дополнить, чтобы ребенок был разносторонне развит. Самые главные задачи. Ну, вот у него есть какая-то база школьная, да? Школьная. Самая наша главная задача, чтобы... Дополнить школьную. Дополнить, чтобы он нашел себя в чем-то еще, ну, в каком-то творчестве. И, возможно, это творчество станет его... Вот, а что, какое же тут дополнение-то, да? Ну, для меня, ну, мое видение такое. То есть нацеленность на творчество. Основной-то надо, чтобы он дополнительно разносторонним был человеком. Но и, возможно, что какой-то дополнительный наш театральный или что-то станет... Основной его профессиональной, возможно, деятельностью. То есть это какое-то вот то, что в школе не хватает. Вот уроков труда, уроков культуры, уроков каких-то вот... Это вот, в общем-то, этим занимается. Ну, да, да. Ну, в основном-то у нас стартовый уровень. Мы более глубленно-то не занимаемся. Ну, а там уж как-то. Или уже специализированные они поступают там в заведения. А прийти не из бумаги в каждом году, вот, вела, пробовала Ольга Горисовна. Она сама освоила принцип работы, как работать с ним. Сделали несколько образцов. Занимались девочки, ходили с пятого по седьмой класс. Но до того еще такое не... Мы такое не делали. Мы такое не делали. Мы такое не делали. Которым учебного года остались единицы. Пошли еще, батья. До свидания. Спасибо. Будьте дружок. Спасибо. Адону сейчас занимается, девчонки ходят, чтением занимается. Она готовит чтецов еще. И на районы конкурсы, на областные конкурсы. Это театральная студия. Да, да, да. Театральная студия лицедеи. Она же по образованию театральная. Есть и фотографии. И фотографии не надо. Посмотрите там. Да можно, конечно. У меня будут прекрасные отрывки. Дарья Краснова-София. Светлана Алексеевич. Отрывок из произведения «Войны. Неженское лицо». На фронте нас было пятеро подружек. Люба Ясинская, Шура Киселева, Тоня Бабкова. Зина Латыш и я. Канаковские девчата звали нас танкисты. И все девчонки погибли. Игорь Мазунин. Уродинный кот. Читает Репарева Златова. Когда-то давно жил я в стареньком доме. С тех пор пролетел мне один уже год. И всему жителям было известно, насколько уродным был местный наш кот. Читает Цуколова Влада. Юлия Друнина. Бинты. Глаза бойца слезами налиты. Лежит он и пружиненный белый. А я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смело. Одним движением. Так учили нас. Вот всего два ученика, но сколько есть. Это компьютерный класс. Педагог Лариса Алексеевна Быкова. И обучающийся третий класс. Нет, это у меня четвероклассники. Только они по программе третьего класса. Но все равно первый год обучения. Здесь чисто пользовательские знания. То есть в школе они изучают информацию. А мы здесь пользователи программ. То есть мы изучаем, как рисуют программа Paint. Как создают, вот они сейчас работают, документы. Они изучают клавиатуру. Мы учимся набирать тексты. Создавать документы, оформлять их. Как вот им там всякие проекты, сообщения, рефераты. Как это делается. Как красиво. Как вставить фотографии. Это для личного пользования с одной стороны. А потом это большой плюс для их развития. В целом. Вообще вот. Потому что вот я всегда замечаю. Дети, которые вот кружок посещают. У них просто скачок какой-то даже в развитии есть. Одно дело, вот они совсем маленькие приходят. А потом уже заканчивают четвертый класс. Второй год обучения у них уже совсем другие. У нас уже и презентации, и с музыкой. Это как его вставляется туда. Они это делают все. Различные виды. Поэтому обучение вот это вот очень важно. Ну вот тупают уже учиться. Кто на программистах, то куда. Если они дальше развиваются. Дальше. Они все вот говорят, мы умеем компьютером пользоваться, да? А чем они дома? Вот сядутся в компьютер и играют. Игрушки. Это игры. Только игрушки. И многие очень приходят. Вот Кларисе Алексеевне. Вроде бы мы тоже умеем, мы умеем. А она начинает давать материалы. Они не так. То есть они это не умеют выполнять. И очень многие отсеиваются. То есть перестают ходить, потому что сложно. Сложно они не хотят учиться работать. А легче играть-то? Там две кнопки и ты герой. Идет деградация, если ребенок подсажен на игры. Идет деградация ребенка. И он уже потом просто не хочет учиться. Для него компьютер не уже не этот, как его, не становится другом. Учебным другом, да? А те вот, кто закончил, они наоборот. Потому что он ему уже стал наркотиком. А те, кто вот закончил учиться, они наоборот. Они, как его, такие. У них все, это все получается. Здорово. Ну, все хорошо. Лариса Алексеевна у нас еще ведет объединение туристов в Крымическом направлении. Школу начинающего туриста у нас. Ну, много лет уже. Как вот и Лариса Алексеевна здесь работает. Программа разработана у Ларисы Алексеевна как бы своя. На истории нашего поселка. Изучение истории нашего поселка. По этому они и к ветеранам ходят, и по улицам ходят. Дети не знают даже, как улица называется в поселке. А она историю им рассказывает. Это улица. Еще и развитие речи ведут с ребятами здесь. У меня такие три очень разных направления деятельности. А бывают, вон, ребятишки, они ходят по три дня. По четыре даже. Вот четыре раза в неделю кружок. А когда можно мы будем ходить? Я говорю, ну, хотите, ходите. В 2014 году вот сменено 7 машин, приобретено новых совсем. Вот это вот странно старые, а это вот новые машины стоят уже. То есть самые новые во всем районе. Новые программы. В колоках не обновлялись, компьютеры, а мы вот еще. Ну, вам-то нравится, ребятишки? Да. А что дома не занимаетесь? Никто не учит. А, некому подсказать. Да, конечно. И вот эти продавщицы за компьютерами. Они очень многие учились у меня. У нас были курсы здесь тоже. Вот, для взрослых. Вот они получали сертификаты и сидят теперь. Вот идешь, они, здравствуйте, да? Сидят в магазинах за компьютерами. Ну, и дети-то немножко другие, а не побыстрее. Ведь если мы раньше с 5 класса только обучались, то сейчас мы обучаем с 3 класса. Вот видите, у них перемена. Максимная. Максимная перемена в нашем зале. Ой, ты, мой, ты, мой, мой, мой! А, кому ты, мой? У нас танцевальный коллектив очень хороший, очень большой. Всех больше детей посещает этот хореографический коллектив наш. И всегда до 80 человек. Групп всегда 5 у нас разного возраста. Начиная с дошкольников и кончая 10-11 классом. Старшие девочки до конца посещают этот коллектив. В этом учебном году у нас Татьяна Юрьевна в отпуске. А занятия, они, девчонки, молодцы. Мы их вот на юбилейный праздник приглашаем. Они одни выступят. Они ездят на властные конкурсы. И каждое мероприятие района, то есть домик культуры или какие-то на стадионе, какие бы ни были вот в районе праздники, они ездят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА